Как много фамилий Как нелегко перейти Рубикон, чтоб именем стала фамилия. И думаю, дорогие друзья, вы со мной согласитесь с тем, что Николай Абушенко перешел этот Рубикон, и его фамилия стала именем. И если задать вопрос, кто такой Николай Абушенко, то у многих из вас просветлели лица. Многие из вас Николая Владимировича знают по выступлениям, где он пел, читал стихи, басни. Другие помнят Николая Владимировича по ежегодному празднику книги, по ежемесячным встречам литературной пятницы, которая проходит в Центральной районной библиотеке. И сегодня у нас не просто очередная встреча, на которой Николай Владимирович, прочитая стихотворение или споет романс, сегодня у нас праздник, самый настоящий праздник. Наконец-то вышла в свет книга Николая Владимировича, которую он назвал «От чистого сердца». И по традиции мы, библиотекари, первые читатели всего того, что сочинил Николай Владимирович. И первые читатели этой книги поздравляем вас, Николай Владимирович, с этим событием. Я думаю, что ваш праздник – это наш праздник. И мне хочется рассказ о книге начать с небольшого отрывка, которая вступительная статья вот этой книги. Вы, наверное, все познакомились с этой книгой, да? Полистали ее страницы. И в вступительной статье есть такие строчки. Поэтическое творчество очень искренне. В нем остро подмечается суетность и проблемы окружающего с действительностью. Свои сказки, стихи, басни автор читает увлеченно и профессионально. И пусть кто-то находит их несовершенными, они имеют право на жизнь. Потому что положительных откликов значительно больше. История рождения этой книги была не совсем легкой. Но Николаю Владимировичу удалось преодолеть все препятствия. И, наконец-то, мы держим первую книгу в руках Николая Владимировича. А помогли преодолеть все эти препятствия Николаю Владимировичу администрация города Калачевска, комитет по культуре и искусству, ВЭС в лице директора Сараева Александра Яковлевича, ДУ-6, Медведев Яков Михайлович, ЗКИ, профсоюзный комитет народного образования Лукашева Надежда Ивановна оказали помощь. Но особую благодарность Николаю Владимирович выражает акционерному обществу Месокомбинат Калачевский в лице директора Тимофеева Ларисы Григорьевны. И, конечно же, семья не осталась безучастна вот к столь знаменательному событию. Зять Николая Владимировича, как нам стало известно, первый оказал материальную поддержку. Это Руденко Сергей Анатольевич. Правильно, Николай Владимирович? Итак, давайте познакомимся с книгой. Перелистаем ее страницы. Книга, один из разделов, выклил раздел, который посвящен нашему городу Калачевску. Сегодня написано очень много стихов и песен о нашем любимом городе. Но каждая строчка в каждом стихотворении каждого автора по-новому, по-своему выражает любовь к городу. Каждый поэт видит город по-своему. Вы только слушаетесь вот такие строчки. Дороже нет Калачевска на свете, дороже нет Калачевсов к людей. Или вот такие. Мой город, ты мне всех дороже, мой город, нет тебя родни, тебя я чувствую моложе под сенью древних тополей. И сейчас, я думаю, самое слово Николаю Владимировичу. Я хочу прочесть стихотворение, которое, ну, собственно говоря, чудом еще вошло в эту книжку, потому что долго это все ходило. Собственно говоря, написано уже больше, чем вот здесь в ней. Ну, так получилось. И, коли мы заговорили о Калачевске, то Калачевску мое признание в любви. Зимой и летом, осенью и весной, в жару, в мороз, в любую непогоду, люблю тебя я, милый город мой, за твой уют и русскую природу, за теплый луч на утренней заре, за красоту вечернего заката, за листопад веселый в сентябре, за звон ручьев весеннего возврата. Люблю реки, ласкающий прибор и гладь озер в зеркальном отражении, и облака, летящие гурьбой, всегда в своем неудержном движении. Я благодарен искренне судьбе за то, что нас когда-то породило. Теперь навеки преданный тебе ты мой причал и жизненная зила. А песня, с которой мы решили начать наш праздник, это песня Николая Абушенко на его стихи «Песня «Калачинск мне забыть нельзя», которую написал Николай Литалин. В 1995 году на первом районном конкурсе самодеятельной песни «Пою хвалу тебе, Калачинск» эта песня была удостоена диплома. Но не диплом, не даже призовое место еще не являются гарантией успеха и долгой творческой жизни исполнителя или самой песни. Очень сочетать прекрасный текст, стихи прекрасные и прекрасную мелодию. Эта песня еще очень хорошо отражает дух нашего времени, современные интонации. И сейчас эта песня прозвучит в исполнении Анатолия Чернявского. Итак, стихи Николая Абушенко, музыка Николая Литалина, «Калачинск мне забыть нельзя» поет Анатолий Чернявский. Если стран город этот всей душой влюблен, влюблен в дома и в лице твои уеду хоть куда, пускай пройдут года, «Калачинск мне забыть нельзя». Я пасеком прошу по берегу реки, прошу в лучах оранжевой зари. Я вижу мой рассвет, вода смывает свет, Я знаю все, что впереди. Я вижу мой рассвет, вода смывает свет, Я знаю все, что впереди. Обгляди, моя нежданная любовь, Который верен буду достигнуть. Прими, земля, погло, тобою я вскорблен, я твой должник, и я твой сын. Прими, земля, погло, тобою я вскорблен, я твой должник, и я твой сын. Я твой сын. Я с детства в город этот сей, душу влюблен, влюблен в домах и улицы твои. Уедусь хоть куда, пускай пройдут года, Калачевск мне забыть нельзя. Уедусь хоть куда, пускай пройдут года, Калачевск мне забыть нельзя. Браво авторам, браво исполнителю. Я думаю, вы согласитесь, что это одна из лучших песен о Калачевске. У каждого поэта есть три темы. Они как три дороги, которые нельзя обойти, их нужно пройти, их нужно прошагать. Это тема родины, природы и любви. Они очень тесно связаны, а иногда даже сливаются воедино. И вот тогда рождается волнующая музыка, как это получилось в песне Виктора Хомякова на стихе Николая Абушенко «Омка-матушка». Песня эта имела успех и на омской сцене. Сейчас песня «Омка-матушка» прозвучит в исполнении Елены Луценко. «Омка-матушка» ПЕСНЯ 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 Вечеру гуляла девка молода, Там, где улка, там, где дикая вода. До утра не умолзая пирожок Восвернулся ненаглядный мой дружок. Ой, водица, ой, водица, ой, вода, Уплывают мои беречные дата. Не течи, не в речке, не останови, И любовь свою не в силах утопи. АПЛОДИСМЕНТЫ Один из разделов книги поэт засвидетельствовал особое почтение женщинам. Как можно женщин не любить? Так называется раздел, Который он посвятил всем женщинам. А отдельно, Жене посвящается, Посвятил своей супруге, Любовь Евгеньевне. И даже сами названия произведений, От самих названий произведений Веет романтизмом, нежностью И особым таким вот восхищением женщины. Николай Владимирович, У меня к Вам Такой немножко кавесный вопрос. Ну, как любой поэт, Вы, естественно, Не могли обойти тему любви, Тему женщины. Но мне бы хотелось задать такое. Почему Вы отдельным блоком Выделили стихи, Посвященные Любовь Евгеньевне? И еще. Вот какую роль Вот именно в творческой жизни Играет у Вас Любовь Евгеньевна? Пожалуйста, ответьте нам. Ну, во-первых, она Первый слушатель. Слушатель мой. Первый мой, можно сказать, цензор. Первый мой помощник. Ну и моя путеводная звезда, С которой я вот и уже иду много лет. А потом, она мне помогает не только в том, что Я, может быть, трачу больше времени на то, что пишу, меньше на другое. Как-то это все происходит незаметно. И никакой, собственно говоря, никаких слов в мой адрес, Никакой критики в этом отношении нет. Поэтому я ей очень благодарен за то, что она мне дает возможность вот этому творчеству. И помогает мне во всем. Я, конечно, не могу не писать о Любови Евгеньевне. Поэтому я написал такое стихотворение «Воспоминание». Все это было как в тумане, в каком-то непонятном сне, В прекрасном, сказочном турмане, тогда с тобой наедине. Как ждал я этого мгновения, на протяжении многих лет Ты не встречалась, к сожалению, но я искал твой легкий след. Прости прекрасное создание за необдуманный порыв, Но это страстное желание со мной всегда, покуда жив. Молю прости меня невежею за непонятную любовь, А оставь хоть малую надежду, что это повторится вновь. Ты нанеси мне только взглядом, и я уже у ног твоих. Я так хочу с тобой рядом делить все в жизни на двоих. А мне кажется, что поэты дарят своим женам не только стихи, Они дарят гораздо больше, они дарят бессмертие своим возлюбленным. Но Николай Абушенко, вот стихотворение, которое сейчас прозвучало, Мне кажется, это даже не нежное воспоминание, Это стихотворение реально, это даже не воспоминание, А необратимая данность, я бы сказала так. И вот сейчас прозвучит песня, которая тоже посвящается женщинам. Песня Виктора Хомякова на стихи Николая Абушенко «Как можно женщин не любить». Книжку я очень рад, я тоже поздравляю даже Николая Абушенко. Ну и посмотрел, и тут слова совсем другие. Вернее, немножко изменены, поэтому я позволю себе Сегодня первый раз прочитать эту книгу под музыку. Так для вас песня Николая Абушенко «Как можно женщин не любить». Как можно женщин не любить, не испытав любви Божества, Ее ни с чем нельзя сравнить, Ее ни с чем нельзя сравнить, С тобой, в природе, в сообщества. Ты, ангел наш и мой хранитель, Сердец разбитых исцелитель, Хозяйка добрая жена, Всегда прекрасна и нежна, Всегда прекрасна и нежна. Как можно женщин не любить, Как не листать любви страницы, Без них не сможем дня прожить, Без них не сможем мы прожить, Не нарушая чувств границы. Ты, ангел мой и мой хранитель, Сердец разбитых исцелитель, Подруга верная жена, Всегда прекрасна и нежна, Всегда прекрасна и нежна. Как можно женщин не любить, Не устилать любви цветами, Любовь не сжечь не утопить, Любовь не сжечь не утопить, Любовь не сжечь не утопить, Ей жить и здравствовать с веками. Ты, ангел мой и мой хранитель, Сердец разбитых исцелитель, Сердец разбитых исцелитель, Подруга верная жена, Всегда прекрасна и нежна, Всегда прекрасна и нежна. АПЛОДИСМЕНТЫ В это сложное время, конечно, тяжело женщинам. Это естественно. В наше время, я не знаю как, Бедные женщины, Какими они бывают в то время, Когда все дорожает, Все становится по-другому, Когда сложно даже прожить На какой-то минимум. И вот по этому поводу у меня Тоже признание к жене. Любаша, я знаю, как трудно тебе, И мне не легко в этой жизненной тьме. Прошу, потерпи, моя радость немножко, И наша с тобой засверкает окошек. Тогда позабудем про темные ночи, Про все неудачи и прочее, И прочее. Заботам твоим нет конца и нет края, Одна ты в ответе за все дорогая. Пусть Богом воздастся тебе под ослугом, Тобой я горжусь как женой и как другом. Марина Цветаева как-то сказала, Если стихотворение нельзя спеть, Это не стихотворение. Но мне кажется, действительно, Стихи больших, Может быть, просто хороших поэтов, Песенны, музыкальны. В самом стихе, В его размере, Ритме, звуковой последовательности, Мне кажется, уже слышна мелодия. И композитор остается разве что Подслушать вот эту скрытую в стихе музыку. В Калачинске нет ни одного Самодеятельного композитора, Который бы не обращался К поэзии Николая Обушенко. На стихе Николая Обушенко Написаны песни Александром Ханжиным, Николаем Литарином, Эллы Гесси, Виктором Хомяковым. А вот о Викторе Хомякове И Николая Обушенко Хочется сказать особо. Но это уже хороший творческий дуэт. Ну, наверное, почти как Пахмутова с Добронравовым. Наверное, ни один из поэтов, Ни один из композиторов Не написал столько песен На стихи Николая Обушенко, Как Виктор Андреевич Хомяков. Обыкновенно поэты Проявляются на искренность Именно в стихах и песнях о любви. Эти стихи не терпят рассудительности, Фальша, какой-то описательности, что ли. В книге «От чистого сердца» Есть прекрасное стихотворение, Которое называется «Умятшие розы». Оно стало даже не песней, а романсом, То есть более сложным Музыкально-поэтическим произведением, Сценический концертный вариант которого Называется «Воспоминание об ушедшей любви». Виктор Хомяков, автор музыки этого романса, Очень четко выразил замысел поэта, Усилил музыкой эмоциональный тон стихов. И, слушая этот романс, Я думаю, каждый сидящий в зале Найдет в нем частичку своей души, Частичку своей жизни, Своей любви, своей судьбы. «Умятшие розы» Или «Воспоминания об ушедшей любви» Поет Елена Луценко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Девушки отдыхают. Слезы, судьба тебя в другое перенесла. И по щекам невольною слезы, Судьба тебя в другое перенесла. Насталось лишь одно воспоминание, О гостестей покрыл холодный лёд. И поцелуй, и первое познание, Все унеслось и больше не придёт. Осталось лишь одно воспоминание, О гостестей покрыл холодный лёд. И поцелуй, и первое признание, Все унеслось и больше не придёт. Но я ещё боюсь себе признаться, Что разорвалось в нашей жизни дни. Как страшно одинокой оставаться, А нелюбимой невозможно жить. Как страшно одинокой оставаться, А нелюбимой невозможно жить. Быть может, всё опять ко мне вернётся, И тёплый луч стареет в сердце мой. Моё несчастье, счастье повернётся, И тёплый луч стареет в сердце мой.